Здравствуйте! Это программа «Наше время». Меня зовут Кирилл Политов. Китайский туроператор «Жемчужная река» приостанавливает продажу туров в Хайнань. В шести российских городах, в том числе и в Барнауле, такая информация появилась накануне. Неделю назад мы сообщали, что туристы из Хабаровска несколько суток ожидали вылета из Хайнани. Что делать с тем, кто уже купил путевки на декабрь у этого туроператора? Смогут ли вовремя вернуться домой те, кто сейчас находится в Китае? Сегодня вот об этом как раз и поговорим в студии с Натальей Гордеевой, вице-президентом Алтайской региональной ассоциации туризма. Здравствуйте, Наталья Владимировна! Добрый день! Первый вопрос такой очевидный достаточно. Действительно ли «Жемчужная река» прекратила продажи путевок? Вчера стало известно о том, что из города Барнаула на декабрь месяц данный туроператор приостанавливает продажу путевок. Ожидаема ли была такая реакция? Очень сложно сказать наверняка, но с учетом репутации данного оператора за последний год и с учетом ситуации на барнаульском рынке, предполагать это можно было. Но опять же, они в течение года, по-моему, три аж рейса задерживали, да? Был перенос запуска цепочки, начиная с февраля месяца прошлого года. Уже тогда можно было задуматься, что что-то тут не то. Но вот понятно, что у многих туристов уже путевки на декабрь уже на руках, скажем так, да? Что вы им посоветуете вот в такой ситуации? Первое дело, самым первым необходимо прийти в свое турагентство и решить вопрос. Первое, либо перенести город вылета. Нам предлагается вариант Кемерово, Санкт-Петербург, Хабаровск. Если у туристов нет возможности перенести город вылета, то оператор в настоящий момент предлагает изменить сроки полета. То есть на январь, на февраль, на март. Это уже вопрос для каждого туриста. Готов ли он дальше сотрудничать конкретно с данным туроператора? То есть, Наталья Владимировна, я правильно понимаю, что перенести сроки вылета, то есть у них, допустим, стоит вылет на декабрь, а им предлагают на январь, февраль, март? Один из вариантов туроператор предлагает именно такой. И воспользоваться им или нет. То есть здесь уже право, конечно, каждого туриста, но я бы настоятельно рекомендовала подумать, прежде чем соглашаться на этот вариант. Ну, действительно, допустим, там семья запланировала провести Новый год на Хайнане, за границей. А тут им предлагают такие условия. Пока еще есть время, есть возможность что-то изменить и каким-то образом спасти все-таки свой отдых. И третий вариант – это постараться вернуть свои денежные средства путем написания претензий туроператору, который не выполнил взятые на себя обязательства. И, соответственно, дождаться возврата денежных средств и спланировать свой отдых каким-то другим образом. А охотно ли туроператоры идут на возврат денежных средств? Или бывали случаи прецедента, что приходится обращаться в суд, и потом уже через суд возвращаются деньги? Если мы говорим конкретно о Жемчужной реке, то возврат средств данного туроператора достаточно затруднен. И это могут подтвердить многие агентства города Барнаула, которые столкнулись с этим. Возвраты занимают несколько месяцев. И в этой ситуации, ссылаясь на закон о защите прав потребителей, ссылаясь на закон об основах туристской деятельности, я бы порекомендовала следующий механизм возврата денежных средств. Алгоритм. Первое. Первое. Претензия конкретно к туроператору с требованием вернуть денежные средства. Приходим, пишем. Да, в течение 10 дней оператор обязан дать ответ, и дальше уже конкретных сроков не предусмотрено, но опять же указано, в разумные сроки туроператор обязан вернуть эти денежные средства. В разумные сроки. Разумные сроки для потребителя, у каждого, конечно, свои, но это порядка 10-14 дней. Две недели максимум. В том случае, если в этот период времени денежные средства не поступили от туроператора, турист имеет право с полным основанием и обращаться в суд. И здесь уже затраты, конечно же, будут несколько выше. Понятно. Не затраты, а наоборот, возмещение несколько выше. Да, Наталья Владимировна, а в среднем сейчас сколько стоит путевка на Хайнань? Есть недельные туры, есть двухнедельные туры. Если говорить о недельных турах, то в последнее время предлагались варианты порядка 30-40 тысяч с вылетом из Барнаула на одну неделю. И, соответственно, двухнедельные варианты порядка 55-60 тысяч рублей. А вот могут ли быть сейчас уверены наши земляки, которые находятся в Китае, что они вернутся-то домой? Думаю, что да, потому что в любом случае вывозные рейсы должны состояться. Ну вот, например, в Хабаровске, да, туристы ждали сколько там, по-моему, трое суток или даже четверо суток? Очень долго там туристы и человек. Да, насколько я владею информацией, конкретно по Хабаровску, то там была несколько другая ситуация. Там была именно связана проблема с заменой воздушного судна. А, там другая, несколько другая. Вот скажите, пожалуйста, по-вашему, почему вообще на рынке появляются подобные такие недобросовестные, если можно так назвать, туристические компании? Наверное, очень не совсем корректно называть именно недобросовестные компании, потому что... Ну, уже складывается такая тенденция все-таки, да. Очень сложно, находясь на местах, скажем так, говорить и каким-то образом комментировать политику достаточно крупного туроператора. Но, скорее всего, здесь просто элементарный просчет. Потому что все-таки объем заявленных рейсов огромный, и нужно иметь в виду специфику работы с китайским направлением. В частности, достаточно короткие и недолговременные сроки выдачи разрешений в данной ситуации именно на полеты. То есть, правильно понимаешь, что они просто не справились с тем потоком туристов? Скорее всего, это один из моментов, которые привели... Ну, вы как считаете, какой здесь ключевой может быть фактор? Или все это в систему как-то сложилось? Я думаю, что здесь уже снежные проблемы, как снежный пол. И вы же наверняка тоже прогнозировали, да, что там и из Барнаула, и из Кемерово, и из Томска вылеты находятся, что такой поток будет, и всего один получается туроператор, да? Скорее всего, это произошел комплекс проблем. Запусковым механизмом явилось, скорее всего, как оператор говорил в прошлом году, это не выдача слотов на перелеты для конкретной авиакомпании, и затем это уже как снежный ком. Поэтому необходимо было возвращать деньги туристам, а многие отели и депозиты были проплачены, и вот все-все-все вместе привело к той ситуации, которая сложилась у нас сегодня. Но там, получается, главная проблема была в том, что турист приезжает на Хайнань, а его не заселяют в гостиницу. То есть вроде бы должна быть забронирована, как я правильно понял, да? Гостиничный номер, а ему говорят, переселяйтесь в другие. Эта ситуация возникла в ноябре этого года. То есть до этого времени вот таких проблем с незаселением туристов в подтвержденные номера, в подтвержденные отели не было. Вот в ноябре эта ситуация возникла. А почему, опять же, как вы считаете, почему она могла возникнуть, такая ситуация? Опять же, комментировать это крайне сложно, но есть особенности работы с китайской, с принимающей стороной. Есть все-таки определенные условия оплаты, то есть, возможно, здесь просто все сложилось вот так, как сложилось. А какой совет вы дадите туристам, чтобы избежать вот такие туристические компании? Наверное, все-таки очень внимательно смотреть репутацию того или иного туроператора на рынке. Это естественно, все есть в свободном доступе. Сейчас абсолютно каждый может проверить как туроператора, так и турагентство. Это первый момент. Естественно, сравнивать и цены на путевки с вылетом из Барнаула из Новосибирска. Потому что в любом случае, с учетом того, что стоимость перелета, думаю, что не будет откровением для кого-то, что стоимость перелета из Барнаула в Москву в настоящий момент составляет сумму порядка 12-18 тысяч рублей в зависимости от дат. А когда по этой стоимости можно слетать, отдохнуть, включая перелет, размещение в гостинице, трансфер, страховку, питание определенное, ну, наверное, все-таки есть смысл задуматься, когда и недели в неделю имеются такие предложения. А вообще, в дальнейшем, опять же, на ваш взгляд, стоит ли иметь дело с Жемчужной рекой? Здесь, наверное, каждый уже решает для себя. Но я для себя решила, что все-таки я с этим туроператором не отправляю туристов. А вот скажите, Наталья Владимировна, вы бы полетели по путевке с Жемчужной реки? Нет. Точно нет? На Хайна нет? Нет. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Спасибо. Я напоминаю, это была программа «Наше время». До новых встреч. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова